мы с вами до передачи начинали говорить о том что вы пожалуй одно из немногих направлений сегодня в дагестане где нет проблем с кадрами вы можете да вы можете в любом направлении у нас одна проблема куда их девать да вы можете их выбирать по весу по цвету глаз вам вы все что хотите найдете за первый год на ее работы я получил резюме более трех тысяч резюме от докторов но среднем персонала чуть меньше а вот от докторов очень много поступило потому что мы объявляем нашу идеологию первое потому что врач зайдет под идеологию и мы их получаем резюме это системе ценности это система ценности первую очередь где на первом месте будет стоять пациент которому мы хотим помочь вот это самый главный инструмент самый главный инструмент нас мы абсолютно никаких игр около медицинских с работниками не проводим человек свободен он только созидает и мы его раскрываем под каждого мы потом делаем программу чтобы он развивался мы их посылаем федеральные центры иногда это за наш счет иногда это за счет каких-то договоренностей меж учрежденческими то есть вам важно чтобы ваши работники были обучаемы обучаемы и сильны каждый каждый заведующий отделением это для меня это такая звезда я именно вот из него делаю лидера лидера в своем направлении его мышление мы расширяем во всеми возможными способами именно мышление а профессионализм оттуда пойдет ясно одна из главных жалоб нынешних медработников что им больше времени приходится проводить за компьютером нежели общение или это преувеличение это не преувеличение это к сожалению правда к сожалению правда мы настолько зарегламентировались что внимание именно пациенту меньше это же большая проблема всех врачей они они больше хотят заниматься делом то есть непосредственно общаться с пациентом а ему определили временной срок вот он зашел от начала до конца там словно говоря там 10 минут за 10 минут ты еще должен напечатать за него все написать для за него все и отпустить его с рекомендациями это же надо еще на пациента хотя бы взглянуть ну да ну да ну в любом случае я думаю что для молодого поколения это же не проблема это не проблема поэтому в этом плане мне легче потому что коллектив молодой амбициозной способной взрослое поколение она все-таки привыкла с пациентом общаться а здесь все нужно успеть сделать и пообщаться и напечатать и написать внешний вид для вас имеет значение человек который приходит к вам устраиваться на работу татуировки это интересная одежда другие другого цвета волосы вот такой креатив вы как его выносите или это нагрузка на вашу нервную систему но прямо таких интересных прям очень интересных людей у меня не было я мое личное отношение к этому есть лично мое отношение но отношением как руководитель я с этим особо не сталкиваюсь все-таки в дагестане это не сильно развито чтобы какой-то неформал пришел ко мне устраиваться на работу у нас все равно общество больше традиционные нормы да 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 они знают куда они идут они одеваются соответственно образом и ведут себя соответственно образом поэтому меня вот как бы этим они не удивляют слава богу иногда даже не хочется отвлекаться хочется все-таки с человеком проговорить очень коротко быстро какими-то набодящими вопросами чтобы понять как его использовать вот его профессионализм понятно у вас есть свои открытые социальные сети через которые вам пишут пациенты ну у меня был инстаграм запрещены запрещены мы его мы его закрыли мы его закрыли единственная сейчас социальная сеть это мой ватсап у кого есть личный телефон если а он у меня столько что моего телефона я не я думаю что он там около четырех тысяч номеров только записанных моих это первый второй телеграм-канал что они пишут на что они вам жалуются вот манны кэши с комками но прям вот такого вот таких прям жалоб нет потому что все это отсекается на каждом уровне что не до главврача должна дойти глобальная большая проблема мелкие проблемы для этого есть целый же персонал 1600 человек у каждого из них есть функциональные обязанности когда если до меня дойдет что пациент пожаловался условно говоря на комочек в каше я понимаю что система не работает тогда старшая медсестра заведующая отделением буфетчица да там они все ко мне придут с объяснениями почему эта информация дошла до главного врача она же должна отсекаться на этом уровне значит система не работает слава богу мне про кашу не пишут наверно хорошие каши значит система наверно работает но вы знаете знаю наших людей если вы там что-то было они бы это скрывать не стали они бы не стали да дагестан же это как маленькая одна деревня все друг друга знают все друг друга знают конечно в кулуарных беседах они могут сказать там хаджи мурат у тебя там еда такая или там простынь такая или некачественная вещь это все которое очень легко быстро перенастраивать если такое есть и я сильно не загружен вот этими проблемами потому что они решаются очень быстро качественно всем персоналом который занимается этим за время пока вы работаете главным врачом медицина сильно поменялось да да сильно поменялось я и я же это хочу и сказать вот за последние десять лет мы совершили просто рывок огромный рывок в здравоохранении мы делаем уже так такие высокотехнологические медицинскую помощь оказываем которые делалось только федеральных центрах сейчас это мы делаем вот только вдумайтесь только по моей по моей организации почти полтора тысячи ангиографических исследований было то есть мы половина из них как минимум мы спасли от серьезных проблем сердца раньше это недоступная помощь была это только по моей организации а в целом по республике посмотрите сколько появилось возможностей не допустить инфаркт же это уже приговор был сегодня мы людей спасаем сегодня мы это спасаем вся система налажена таким образом что мы спасаем поменять сустав условно говоря но это в питер это в москву а сейчас представьте это мы делаем просто на поток поставили я я хочу чтобы меня правильно поняли это не понимание кулик хвалит свою болото нет а почему нет я хочу чтобы это было понятно и зрителю тоже то что мы сделали надо признать это успех очень многих организаций успех простых врачей успех управления успех учредителя в том числе вот вот у вас жизнь ажимурат магомич она избаловала вы и так любимец всех кого можно вы просто посмотрите социальные сети о ком вообще хорошо пишут таких людей как вы единицы в основном да даже очень благородные люди вот недавно один не очень хороший человек может по ошибке может специально написал в своих соцсетях что умер директор завода и грестих вин и а я знаю об этом этого человек это вот с нулевых годов какие он культурные проекты поддерживал еще когда на старом гтрк работал он был единственный кто тогда поддерживал вот эти культурные проекты и сколько грязи на него вылилось вот в этом обсуждении вы его не знаете то люди вот вот из ничего пишут друг про друга гадости то это это наверное такая своя культура соцсетей про вас так никто не пишут вас и так все признали вот скажите мне хоть один главврач которого пытались снять из-за кого вышли люди вы были единственный человек так что в то вас и так все признали вам я не знаю вы где-то вот так на облаке летаете вы можете плевать на всех потому что у вас ваш статус совершенно делает вас неуязвим и думаю наоборот и я нам на на земле очень многие в облаках ладно это если это я тоже другая история ваши врачи как эпидемиологи и в других больницах во время эпидемии показали себя настоящими героями нет ощущения что сейчас об этих героях начали немного забывать особенно когда это касается компенсации по части зарплаты мои мои точно герои я это открыто говорил всегда говорю сейчас я это говорю своему коллективу для меня они герои потому что я видел что они сделали я видел вы даже не представляете что 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 прожил отдельно взятый доктор это это абсолютный подвиг для меня они герои для меня они герои сто процентов забыли ли вот прошлом году знаете есть аллея медиков есть знаете прошлом году на аллею медиков я собрал коллектив и мы пошли и сделали там субботник мы вспомнили наших героев мы вспомнили всех медицинских работников которые положили жизнь и тех кто сохранил остальным жизнь мы это сделали сами а на уровне конечно вот республики наверно ну мирное время наверно может быть не до этого а мы не забудем понятно теперь вопрос по поводу барселоны резкий переход да почему именно она потому что ну я всегда прежде чем пригласить человека на интервью мне всегда интересно попить с ним чай на фоне города который произвел на него впечатление почему барселона не подсказывает что и другие города красивые вам попадались вашей жизни мы же вспоминаем места по тем эмоциям в которых мы там находились вот если из детства же есть какие-то места где нам было очень уютно хорошо и мы хотим вернуться туда барселона это моя она такая хорошая молодость хорошая молодость 91 год я проходил там практику врачебную практику в одном из госпиталей барселоны я этот город прошел вдоль и поперек пешком я каждый день выходил после практики и прошелся абсолютно по мелким улицам я там изучил все этот город стал моим родным я его мог уже наверно там работать через месяц наверно и туристическим каким-то гидом но я представляю после бедного советского союза 91 год да это дефицит и вы попадаете в барселону это вы даже не представляете какой это город это город для людей там абсолютно каждая улочка каждая тропиночка каждый бордюр сделан исходя из того это удобно для человека или нет и плюс архитектура в которой там был с этим мое состояние я молодой я студент я из советского союза где вот все таки еще в нашем медиа я учился в нашем медиа я все-таки еще раз хочу подчеркнуть я продукт чистый дагестанский продукт я оказываюсь барселоне и мои эмоции они конечно очень качественно очень красивые воспоминания очень у меня много эмоций по барселоне я скучаю по барселоне я ни разу после этого туда не попадал даже когда была на на возможности я думал что возможность окно возможности всегда будет такой сегодня этой возможности нет но я бы с удовольствием оказался бы там прошелся бы по тем улочкам которых я помню еще ну саграта фамилия уже где-то надстроена наверное вам тоже интересно посмотреть как я быстро если у кого есть возможность обязательно надо посетить этот город удивительная гений архитектуры гауди удивительно это это человек за одну жизнь создал столько что за несколько столетий надо невозможно столько сделать сколько он сделал за одну с маленькую свою жизнь это гений это моцарт в архитектуре я бы всем порекомендовал бы оказаться барселоне спасибо за подарок которого мы с вами тут чай пьем вы вы черный чай в существе новый крепыш черный чай и он поднимает давление вы как бы до 64 года рождения и я не только черный чай пью я кофе пью мне в пользу все хорошо любая вещь и если ее много она превращается в яд есть хорошая такая медицинская поговорка все есть лекарство все есть яд все зависит от дозы у интересного поэта леонида симакова есть стихотворение я очень хорошо запомнил фразу из него где изуверство где святая вера решает мера все решает мера все решает мир так и все-таки какой урок для нашего здравоохранения был извлечен в результате пандемии мы стали более мобильными мы научились не зарывать голову в песок реально искать возможности для решения проблем как ситуации с масками и есть еще что мы у нас достаточно специалистов вот в области эпидемиологии у нас все и все на сегодняшний день мы готовы к любой пандемии я это говорю с очень с пониманием вещей которые я знаю мы или мы готовы сегодня к любой пандемии которую может возник вирусной пандемии может быть только по лекарствам будут какие-то точки соприкосновения но посмотрите пандемии она и наше здравоохранение шаг вперед сделала мы переоснастились сегодня тяжелым вооружением оборудованием сегодня столько аппаратов диагностических чтобы понять что там происходит у вас стоит в больнице мрт аппарат конечно это один из тех которые владимир вас нет 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 у нас к сожалению мрт аппарат по это программе не получили но по программе модернизации на перепрофилирование мы получили кт аппарат компьютерный томограф не мрт а компьютерный томограф сегодня этот он работает на славу что называется мы сегодня сделаем такие это не только мои наше учреждение это в других учреждениях мы сегодня дагестан заполнил на компьютерном томографе так сильно что мы никогда бы столько не получили если бы не ковид условно это дорогая жертва но мы сегодня очень сильно подготовились к тому чтобы если это возникнет то мы будем готовы ковид вообще нас многому научил не только здравоохранение дистанционное образование до работа это дорогая еще раз говорю жертва но в процессе каких-то деловых общений мы очень широко быстро пошли жизнь вообще дорогой учитель в боль хороший учитель сожалению мы должны понять что потеря близкого человека говорят есть такое выражение смерть это тоже проповедь мурат маконич должен ли врач быть честным когда речь идет о сложном диагнозе да вот такой опять это это моральная это моральная дилемма это моральная день вот на западе они же циничные они приходят и говорят они здравые они здравомыслящие они понимают что ну ладно не буду да вот в этом есть здравость какая-то здравость есть зачем от человека скрывать что срок его жизни подходит к концу зачем скрывать он же должен подготовиться к уходу из этой жизни он должен дать какие-то наставления какие-то распоряжения ты извиниться правда правда абсолютно я сторонник чтобы человек все-таки знал мы больше начинаем скрывать что это может его убить это может его добить он впадет в депрессию вот это чисто история из наверно в начале российской медицины потом советской медицины и она как бы перенялась сейчас в нашем здравоохранении мы пытаемся обманывать пациента мы не говорим ему правду мы стараемся чтобы он сильно не переживал вот ему не говорить и тому не говорите зачастую наоборот бывает человек узнал свой диагноз он начинает наоборот не говорить никому другим чтобы они не переживали вот она какой-то может быть ложная может быть не до конца правильно но может ложное оберегание человека от эмоциональных переживаний но я за правду что человек должен знать что срок его жизни этой болезнью предопределён понятно ну тогда я вас как глубоко верующего человека не буду спрашивать ничего про эвтаназию ну там ответ по-моему очевиден да сколько тебе боженьки отмерил надо прожить пройти этот путь надо да страдая не страдает иди до конца даже на обезболивание страдания страдания лекарства страданиями душа совершенствуется хорошо вы сами продолжаете принимать больных или вам уже очень редко к сожалению при моей загруженности руководителем это сделать на постоянной основе сложно но меня все равно не оставляет я консультирую но может не так часто и не не так много как хотелось бы как как невролог и знаете я хочу вот это это моя уже голубая мечта последние на на лет десять это самое лучшее что может быть с врачом вести прием пациентов это самое лучшее руководитель не самое лучшее из здравоохранения вот тут у меня вопрос про организацию работы в больнице которая является отдельной профессии и она больше касается менеджмента нежели лечение от болезней как вы осваивали эту непростую науку управляемыми медицинским учреждением вот у нас есть даже в дгм у факультет управления до здравоохранения да это чисто научный подход этому мы учимся до сих пор учимся я выезжаю на конференции где об этом говорят об этом рассказывают мы это внедряем новые технологии это вообще к здравоохранения имеет весьма опосредованное отношение управление не важно где важно найти принципы управления а тут это да на самом деле это научный подход мы одни из первых кто внедрили бережливую поликлинику бережливое производство мы в этом совершенствуется каждый процессуальный момент мы его проходим до дна этого процесса и выстраиваем управление уже с точки зрения науки я не только я этому обучаюсь мы своих актив заставляем этому учиться потому что это управление персоналом это самое сложное управление процессом вот для меня очень важно понимание научного подхода в управлении мы убираем человеческое человеческое эмоциональное и так далее так далее мы выходим на чистый сухой остаток как управлять процессом здравоохранения при котором безопасность и качество оказать оказываем медицинской услуги помощи чуть не оговорился опять услуги нас же все время слава богу с этого года уже это не услуга помощь все таки медицинская помощь мы ее оказываем должна оказать на высоком уровне а какая разница вот вы можете наполнять слова разным содержанием слуга повозь согласен но красивей же помощь безусловно да безусловно просто я вспоминаю когда много лет назад в моей редакции начинали делать программу колеса это название придумал я люди говорили это что про наркоманов передача нет она про автомобили дороги и дорожные происшествия согласен согласен главное же процесс они неважно как его называют вы жесткий руководитель я наверно все-таки не жесткий руководитель и наверно не хочу быть жестким руководителем я в свое время очень наверно глубоко изучала философию востока она мне очень импонирует знаете есть несколько типов руководителей самый худший из них тот кого боятся самый лучший тот кого не знают значит процесс работает есть такое выражение кстати у психологов в том числе в психологе это выявили чтобы донести какую-то мысль ее минимум 10 раз надо проговаривать обговаривать с человеком чтобы он научился этому процессу вот мы же говорим своему ребенку вот это сделает он ее забыл он он забыл что ему сказали мы должны не сразу наказывать проговаривать проговаривать обучать 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 и вот за обучением уже когда уже мы обучили мы знаем что в нем оно есть тогда это процесс работает но я себя считаю наверное категоричным вот в тех проявлениях где есть абсолютная беспечность вот здесь я категоричный ругаетесь матом орете не человеческим голосом нет нет тоже не из моей истории наверное да хотя матом ругаться наверно могу но вы служили в советской армии я служил а ну я служил в армии я знаю что такое мат разных этажей знаете есть хорошая поговорка я часто об этом говорю осли на восприятие соответствует ослиной натуре но мы же люди поэтому человеку лучше доходить через осознание того что от него требуется а не палкой чтобы ударили он пошел или морковка которой ты впереди осла двигать чтобы он что-то начал действовать ослиное восприятие соответствует ослиной натуре а мы люди и я хочу чтобы те с кем я работаю понимали что я не хочу то же самое это же очень просто даже в коммуникациях с друзьями в семье мы хотим чтобы наши нас дети услышали у меня к вам гнусный вопрос вот просто отвратительный вопрос но но я не могу его не задать вот насколько важно уметь строить отношения с вышестоящими чиновниками когда речь идет об интересах больницы в каком случае вы можете пойти на ком на компромисс а в каком нет очень важно выстраивать коммуникации с учредителями и вышестоящими управленческими организациями как от которых зависит от которых зависит жизнедеятельность и существование правильно хорошее существование медицинской организации это очень важно мы же не исключаем человеческий фактор на любом этапе не исключаем поэтому конечно надо выстраивать отношения которые помогут этой организации хотя бы продвинуться вперед до куда-то я я никогда не выстрою серые схемы за которым придется отвечать всегда вот на компромисс с совестью не пойду никогда совесть это наверное критерий каждого человека за какую грань он может переступить за какую грань он никогда не переступит если мы давали все клятву то исходя из клятвы исходя из наверное каких-то законов мы должны соответствовать тому месту где мы находимся а выстраивать надо и и и я против он наверное такого чисто византийского отношения подчиненный руководитель я сам не допускаю это у себя в в организации конечно для меня это сложный момент я хочу быстро выстроить исключительно деловые человеческие партнер партнерские отношения потому что мы же делаем все одно дело мы делаем все одно дело мне кажется что люди которые вот такую вертикаль пытаются у себя на работе выстроить это просто очень закомплексованные люди которые пытаются свое прошлое где они были задавлены каким-то вышестоящим начальством просто компенсировать таким образом через агрессию по отношению к своим нынешним подчиненным вот там там чистейшей воды мне кажется психология так нормальный человек наше время он все равно нуждается в настоящих партнерских отношениях потому что профессии размываются обязанности размываются ты никогда не можешь сказать человек вот отсюда досюда твоя работа а вот отсюда досюда его работает иногда ты можешь просто там ну я не знаю попросить его может быть даже гвоздь забить то и никакая работа в наше время она не может быть как-то вот конкретизировано в плане обязанности во всяком случае то что касается моей профессии поэтому когда вы говорите о партнерстве в работе мне кажется это очень важный момент это самое лучшее что может произойти кстати вот руководитель решая какой-то вопрос он может стать причиной выздоровления или улучшение качества жизни тысячи людей просто одним своим решением и он и это запишется ему в актив потому что он хотя бы не был против этого если признаки по которым вы определяете хорошую больницу посредственную и плохую вот вычек опытный вы заходите и у вас уже сразу так 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 конечно вот опыт управления большой медицинской организации позволит трафаретом сразу ты все увидишь что творится в другой организации трафаретом буквально может быть даже как театр начинается с вешалки да то ты пришел в театр там вешалка условно говоря не то можно определить сразу процессы и определить это управление здесь качественно или некачественно управление люди все хорошие настройки разные определить идею разные это же опыт управления почему он наука так все таки вы определяете плохую хорошую посредственную больницу сразу как заходите к сожалению наверное да к сожалению да я могу участие любого руководителя опытного который пришел и быстро все увидел по каким признакам по отношению к пациенту хорошо они вытертая пыль это вот вот это стратегические ошибки которые могут быть стратегические они потому что они системные вот нерадива хозяйка она комнату не уберет из комнаты мусор она все под диван и заметет и там вопрос времени когда это все просто там порастет какой-то уже большой проблемой мы не идем по этому способу мы отодвигаем диваны и прочищаем под ними в том числе вот этот процесс и его видно бывает сразу много много причин для того чтобы организация была сильной много условий для этого нужно вот тогда можно сказать да вот здесь сильно организация но вы как-то так вот вы столько всего не договариваете и эти ваши паузы уже боюсь вы столько всего бы я понимаю чтобы в обстоятельствах ну ладно хорошо в каком случае вы можете сказать ну я не знаю коллеги слушай но и гадость это ваша заливная рыба то вот слушай ну вот это 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 же можно исправить да ну хотя бы внешне или корпоративная этика она подразумевает что вы вы только хвалите коллег бог миловал меня отмечать за другие организации ну вы же заходите куда-то в больницу может даже проведать вот буквально шорами на глазами говорят наблюдение без оценки это это мудрость в моем случае не моя задача оценивать работу коллег моя задача оценить то что у тебя происходит и сосредоточенность на внутренних процессах для меня было гораздо важнее чем оценка ситуации в других организациях опять же исходя только из из того что и не не моя это не мой функционал не мой функционал хотя как вот я еще раз говорю но любой руководитель он может зайти и увидеть процессуальные проблемы ясно а ну